итак ребята всем привет сегодня вашему вниманию покажу нового члена нашей группы это у нас друг товарищ кинг вот он кинг посмотри вот он красавчик в камеру посмотреть камеру посмотреть вот он красавец в общем этот красавчик у нас будет теперь постоянно мелькать в наших видеосюжетах по копу также хочу сказать что у нас будет новый канал это love channel где будем мы заниматься с нашей собакой а собака предоставлена элитным питомником немецких овчарок в россии самара ланд об этом питомники знают и за рубежом так как эти собаки занимают почетные места на международных соревнованиях мой щенок чистых немецких кровей родители чемпионы россии и снг а дедушка чемпионом мира за окном весна и пришло время завести себе друга думать и решать вам я подумал и решила самара ланд мечты сбываются здравствуйте лев михаус расскажите в чем особенность породы как она появилась но основоположник вот этой породы он штефанец немец был он начал разводить вот эту породу немецкой овчарки я читаю эта порода лучшей в мире и самая многочисленная ну и я думаю и самая универсальная которая создана для человека порода собственно который может и с детьми общаться может значит служить в армии может быть другом эта порода имеет один единственный недостаток она не умеет разговаривать в человеческом расскажите пожалуйста почему такое название самара ланд я патриот нашего города мне хотелось значит что название питомника звучало слово самара я сделал несколько предложений три предложения утвердили самара ланд то есть самарская земля по-немецки так как немецкая овчарка и это вот в ци утвердила это название получился питомник самара ланд этот питомник существует более 20 лет расскажите подробнее питомнику как возникла идея создания питомника с чем это было связано с хобби может быть это профессии либо это случай ну и товарищ мне подарил от щенка немецкой овчарки с этого все началось сожалению это немецкая овчарка но дома не захотели держать поэтому пришлось создавать их искать место где держать немецкая овчарка я влюбился в эту породу потом стал покупать разводить построил питомник в овраге подпольщиков стал ездить в германию покупать там собак но это собственно у меня хобби кто-то занимается голубями кто-то картинами я более 20 лет увлечен вот этой породы немецкой овчарки я занимаюсь селекции немецкой овчарки то есть пытаюсь улучшить породы я ездил значит германию смотрю за изменением породы как изменяется порода слежу езжу на выставке обмениваюсь опытом разведением практически в питомнике есть все лучшие линии мира очень много у нас собак чемпионов мира от отборников отборная собака это порядка десяти собак в мире которые получают отзывание отборного ну я думаю сейчас мы на правильном пути так как вот на последнем чемпионате мира мы выставляли 6 своих собак своего разведения 4 из них звонили с 1 по 3 место и 2 вошли в 10 из 6 собак я считаю очень удачное выступление я дня не прохожу чтобы допустим я здесь не был на питомнике я отдаю отдаю полностью себя расскажите поподробнее об участии собак выставках на первую выставку афея попал значит я купил собаку грани товарищ мне подарил собаку я ее накупал привез на выставку не зарегистрировался у меня торжественно выгнались с ринга там я обиделся и решил что я докажу а я человек такой упертый поехал значит купил в петербурге от сына вице-чемпиона мира кобеля выставил его на выставке к сожалению с ним не выиграл но потом решил все-таки значит что я все-таки чего-то добьюсь начал выставлять на выставках собак заниматься селекцией пришли успехи мы питомниками занимали первые и вторые места в россии потом был некоторый спад и сейчас я думаю мы начали так сказать вернулись в обоим лучших питомников россии я считаю что это один из крупнейших питомников в россии а может быть даже не только россии пошли в германии такого количества собак у нас и такого таких направлений линий и качества мало в питомнике самара лэнд есть большой тренировочный зал где собак готовит к выставкам дрессирует и тренирует скажите а если я решу завести немецкую ковчарку где она должна жить в квартире либо все-таки это нужно частный дом она очень неприхотливая собака такая то есть и размер там допустим метр на метр даже достаточно для того чтобы она жила это жила если искажет чтобы сам лежать она будет лежать выгулять ее всегда можно во дворе в принципе это не проблема но самые конечно идеальные значит случай чтобы она жила в доме чтобы у нее вольер и будка вообще идеальный случай то есть чтобы она жила на улице но эта собака такая что она принципе дрессировки поддается без всяких усилий поэтому основная задача научить хозяина чтобы он умел обращаться с собакой тогда вообще никаких проблем не будет но если уже так сказать более бойцовским качеством задержание охрана там прочее то конечно нужно пригласить специалистов у нас специалисты есть который занимается дрессировкой собак который занимается выставками врачи есть который занимается осмотром прививками собак а если частное лицо к вам обратиться с такими просьбами помощи на выставках дрессировки возможно конечно мы не отказываем особенно те собаки которые нашего разведения мы постоянно так сказать видео мы наблюдаем консультируем и в заключение как бы вы ответили на вопрос почему именно немецкая овчарка но многие занимаются разными собаками кому-то нравится будет массив и кому-то гонщи и кому-то там маленькие собаки но те кто занимается немецкой овчаркой я уже которую начинают заниматься они не переходят на трудные практически породы они занимаются место черты действительно собака создана для человека она понимает человека интеллект очень высокий и в то же время она значит очень добрая где то она никогда не тронет ребенка она только будет его ощущать это очень важно потому что оставить за ребенка с собакой вот эти звери все равно в Тольятти стоит памятник верность немецкой черте который восемь лет ждал своего хозяина на дороге спасибо вам огромное чтобы ваш вторник развивался и нужен с такими хорошими породами спасибо я собака высокой породы мои родители из известных семейства с отличным потомством и набором отменных качеств они победители представительных выставок и чемпионы я живу и воспитываюсь в комфортных условиях при бережном к нам отношении и профессиональном обучении поэтому я подвижный любознательный и контактный у меня веселый взгляд нежная как плюш шерстка я буду настоящим другом и защитником для моего хозяина лучшим его приобретением самара лан питомник немецких овчарок одна из лучших селекционных площадок в мире город самара улица демократическая 45 а телефон 22 19 222 а